Крымский мост Очень интересно посмотреть, какие вообще цены, какая сейчас вообще обстановка в этих поселках на середину июня. Давайте сейчас мы пройдем на рынок и посмотрим вообще, какие у нас цены здесь и так далее. Если мы ничего не путаем, то мы пришли как раз на центральный рынок, продуктовый, и он здесь совсем небольшой, и, блин, почему-то как-то мало. Ну, посмотрим. Что-то как-то через мой мой. В Тимурюке, конечно, да. Ну, заперли, кучу горов, кучу горов тоже, да. Девчонки, малинку, что-то в них чем-то берем. Что-то я как-то сегодня сидел, не надо тебе сказать. Ну, что-то какой-то слишком малиновый. А почем малиновый? Это 200 рублей пункт. 200 рублей. Картошечка берем. Огурчики. А картошечка почем? Картошка 30, 40, 50. Мы только что были в Тимурюке на рынке, и он намного больше, поэтому если вы едете через Тимрюк сюда, то обязательно заезжайте туда на рынок. Допустим, мы купили в Тимрюке на рынке черешню. Черешню ведь мы купили? Да, черешню. Вообще, в среднем цена где-то 200-250 рублей, но мы нашли за 170. Еще не пробовали, но когда попробуем, обязательно вам скажем. Это немножко не то, что я, в принципе, ожидала увидеть от рынка. Полтора Ивана, грубо говоря, сидят, нигде цены не написаны, и даже я не увидела, чтобы продавали черешню и вишни нет. Как-то странно. Если это настоящий центральный рынок, то это как-то бедновато. И как мы заметили, в основном на рынке сидят бабулики, которые продают свои какие-то фрукты, овощи. И как вы могли заметить, там помидоры, огурцы, вот такое вот. Но если человек приехал сюда, захотел фрукты, то куда идти в магнит, чтобы что-ли покупать? Да ну как-то бред какой-то. Субтитры сделал DimaTorzok Действительно, мы сначала заехали не совсем правильно, теперь мы добрались до центральных улиц, и здесь уже все очень оживленно. Появляется очень много кафе, ресторанов, столовых, продаются различные принадлежности для плавания. Я думаю, мы найдем этот центральный рыночек, потому что вот я уже увидела по пути, что рядом, допустим, с тем же магнитом расположились продавцы, и там продавали и черешню, и абрикосы. Значит, все будет. Так, сейчас мы вам еще покажем цены в столовой, которая располагается совсем близко к входу, у входа к морю, к пляжу. Пошлите посмотрим. Пошлите посмотрим. Пошлите посмотрим. Пошлите посмотрим. Как мы видим, разнообразие пищи есть. Хотите борщик? Отдадите 60 рублей. Хотите рассолник? Отдадите столько же. Допустим, всеми любимая солянка 100 рублей за 300 грамм. Хотите окрошку? Пожалуйста. Различные салатики, первые и вторые блюда, булочки, блинчики. Все, что, в общем, душа пожелаем. Видно, что это свежее. Готовно, чисточка, белоснежка. Так, у меня очень порадовало, что здесь есть детские стульчики. Если ребенок маленький, вы можете его посудить, да, и вообще без проблем. Чисто, да, очень хорошая. Потому что безопасно будет покушать. Здравствуйте. Сейчас мы еще зайдем в одну столовую, чтобы вы могли сравнить цены в разных местах. Как правило, те, кто отдыхает, они не заморачиваются. Смысл где-то бегать, искать. Сходим на море, покушаем, вернулся, отдыхаешь и все. Зайдем с вами в еще одну столовую, посмотрим цены тут. Ну и как вообще обстановка? Обстановка, да. Чисто ли вообще, это много, значит? Потому что это столовая находится прямо, соответственно, рядом с пляжем. Тоже заметь. Стульчики для детей. Столики. А вот меню и цены. Здравствуйте. 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 Можете там цены посмотреть, а я вам могу так объяснить, что я. Так, первый блюдо. Ну да, видишь, цены. 60-70 рублей. Соленка 100 рублей. Поэтому, да, вы можете сделать паузу и посмотреть, собственно, сколько что стоит. И прикинуть средний бюджет, во сколько вам это обойдется. Есть и грязь, и лапша, и соленка, и мясная, и орошка, и борщик. Вторых очень много было. Ну, что я объясняю сейчас на фотографии. Всем перекидьте, по всему побережью отправьте. Очень чистенько. Очень чистенько. Видно, что свежет. Там, грубо говоря, все чистенько. Все чистенько. А вот здесь, я отойду, тут рыбку. Угу. Что за рыбка? Что за рыбка? Барагулька, да? Барагулька, да, или же барагулька. Мы же пробовали ее, да? Хорошо. Выбор хороший очень нужен. Все, спасибо. Спасибо. Да, вот мы зашли еще в одну столовую. Посмотрим, что тут будет. М? Да. Вот тоже меню. Ну, в принципе, целое. Одинаковое. Да. Одинаковое. Вот так же. Здравствуйте. Мы хотим вот еще что рассказать. Когда папа у нас работал, они нередко вместе со своими напарниками заезжали в Голубицкую, но это не в сезон. И они тоже здесь кушали, и где-то у них уходило сколько? Ну, рублей триста. Рублей триста, триста пятьдесят. И это именно такой плотный обед, что тут, второе, компот там. Сытный, да, и безопасный. В Голубицкой очень много разных развлечений. В основном в Голубицкую едут те, кто хотят отдохнуть всей семьей. Особенно сюда хорошо ехать с семьей, с детьми. Вот, допустим, сейчас мы подходим к такому месту, как крокодиловая ферма. И посмотрим, что вообще есть, что у нас по ценникам, чтобы прежде чем сюда ехать, мы вообще сориентировались, сколько нужно оставить на развлечения и так далее. Сиди, где тут стоять? А, шутка ли? А, давай, я смотрю. Пошли-ка, пошли. Пошли, сейчас посадим. Все, все, решили. Если вы берете комнатный билет, он стоит 800 рублей на каждого члена семьи. Кроме детей до трех лет, те идут бесплатно. Вы осмотрите все, что здесь написано. Время посещения у нас неограничено. Кстати, тут же рядом с пляжем располагается дом еноты. Давайте зайдем, посмотрим. Цены. Звоните. Звоните. 8-988-40-988-40-988. Здравствуйте. 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 Вы, друзья. Они поиграли. Уж от больших минут в клетку вы не заходите. Вы только сейф кормите с руки. Краконечка ребята дают подержать вам на руках. Выстирали у нас рептилии. Змеи, ящерицы, паучки. Ящерицу можно подержать на руках, пофотографироваться с ней. И все это стоит комплексно 600 рублей. 600 рублей. 600 рублей. Возьмете фото-видеосъемку за 100 рублей. Вы можете фотографировать всех угодно, кроме крокодильчика. Время не ограничено. Поиграли здесь устали, пошли в контактный сапарк. Погуляли, можете вернуться обратно. Какие маленькие. Смотри, какие классные. Чего это такое? Чего это такое? Чего это такие дети? Возрослые приходят. Все понадеют от них. Что ты покаркаешь на меня? Что это такое стыкачное? Это для больших энотов. Но большим оно там и кормить их с руки. Они вот так вот протягивают. Это сухой корм для собак. Понятно. Собачьи. Маленький фунткарм молоко. Потом добавляем манку. Потом они выходят на паштет. Козье молоко только пьют. Потом паштет кушают. А потом уже на сухой тоже уже щенячий корм. И так мы приехали к океанариуму. Здесь прямо много всяких развлечений. Даже кольцо обозрения. Обозрения или оборзения. Вот там при входе цены написаны кассы вон там. Ну это то же самое. А, нет, это разные, да. Итак, значит, вход в дельфинари стоит не что-то 30 рублей. В общем, можете поставить на паузу и посмотреть, что и как. Здесь также есть расписание представлений. Даже плавание есть. Ну да. Одного человека здесь с ним 6 тысяч. Это желает. Это интересно. Дети допить или до 100 без оплаты тоже очень важно. Ну, один ребенок на одного прошло. Ну, это хорошо. Небольшое такое колесо, но с десней. Принято. Экзотик парк. Ну, как я пока предполагаю, то, скорее всего, со зверюшками можно играться. Пошлите посмотрим, какие расценки здесь. Прискура. Вот здесь уже все написано. Детский дает 50, взрослый дает 30. Собственно, если вам это интересно, заходите. Билетик у вас стоит 500 рублей. Я здесь, девушка, здравствуйте. А-а-а. Я думала, у вас там будет написано подробно. Да, можно думать. Я тоже люблю думать, ничего страшного. 500 рублей билетик у вас стоит. Так вы можете приобрести и с таким же пробегать сразу. До 5 лет бесплатно, потом так же, как взрослый, 500 рублей. Акула, пиранья, индийские, сараваны, зебросомы, скаты, индийские ножи, две годыщие рыбы, рыба-белка, рыба-бабочка, голубой дельфин. Даже у вас есть рыба-мармеладка. И контактный зоопарк в подарок. С этим же билетиком вот он расположен. Контактный зоопарк. Обезьяны, попугай, шашилы, морские свинки, кролики, черепахи, козы, кенгуру, павлины, голубичи и ено. Поблечки мишка. Можно кормить, гладить, фотографировать. В океанаре фотоведить. Съемочка тоже бесплатная. Работаю с 9.30 до 24. Приобретайте сразу билетики. Девушки, проходите массу. Я с надеюсь, как удовольствие получите. Думайте, думайте, приходите. Не думая, можно приступать. Да, правильно. Не думая, приходите. Забегайте, не забегайте. В общем, на входе еще стоит касса. И здесь написаны цены на все аттракционы. Например, колесо обозрения 250 рублей с человеком. А вот написано взрослый билет. 800 рублей детский пустот. Со входа, к сожалению, не видно, какие там вообще есть горки. Но если вы были в этом аттракционе, ой, аттракционе, в этом аквапарке, обязательно пишите в комментариях, как вам там, чтобы те, кто посмотрел видео, знали, стоит ли посещать его. Здравствуйте, здравствуйте. Давай посмотрим магнит. Что обычно люди покупают, вот, увозят? Вот, смотрю, какого возраста. Результаты, конечно, шкатулочки. Допустим, все спрашивают за ракушку. Нашу ракушку. Здесь она перемежана. Есть азовская, есть азовская, есть черная. Больше, конечно, все-таки здесь черная. То есть азовская, черная. На тоже черная. Ну, вот, перемешка. То есть здесь пока выставлено, да, раки, такие вот корабли, а так вообще их много. Либо копилки, либо статуэтки. Вот, вот это вот гипс, и сверху ракушек. Жель красная, обедная. Семейный, вот такой, получается, колокольчик. Это подставочки под горячее, она стоит 25 рублей. И вот, если офисные, то есть магниты уже, как бы, приелись, надоело, и вот под кружку, просто всем нужно угодить. Бабушке, дедушке, я знаю, что три подружки, вы, три группа. И всем надо сделать подарки. И вот, конечно, мне очковку тоже не хочется дарить. Хочется какой-то один на семью подарок, да, то значит тарелка. Что-то практичное, наверное, да. Вот, вот красивая база, просто обалденно, моется, моется, обалденно просто. Это Крым нам делает. Программу возьмем сразу, знакомимся, почитаем. Вот, видишь, я уже вижу, что и в Крым возят, и в Анапол. А что вообще в Голубицкой самой можно посмотреть? В Голубицкой местных экскурсий у нас нет. Либо Тимрюк, либо за Родина. Это вулканы. Вулканы грязевые, да. Были там. Хорошо. Посмотри там. Зайди туда, внутрь. Вот. Чаще всего, что пользуются? Ну, кто-то людей почитает съесть. Это источник, а правда все. А, святой источник. Так, а святой источник это у нас где вообще? Это Абинский район. Здравствуйте. Спасибо. Это разные, да. Разные все, посмотри, да. А вот скажите, какими экскурсиями чаще всего пользуются вот здесь спрос? Вот это вот новые экскурсии, как бы, это первый год, в том году были затерянные островы. Это Крымский морг. А затерянный остров это где? Это... Это... Прогулка, написано, на Казире по реке Кубань. Смотря, что вам нравится, сами. Угу. Посмотрим, да? Да, все, спасибо. Сейчас мы пройдем по одному из выходов на пляж. Посмотрим, что и как. Потом мы, конечно, посетим центральный пляж, потому что это все-таки первостепенно важно. Ух ты, море. Сегодня, да. Да, ну такое же было, как в том году. Субтитры подогнал «Симон» Как вы можете заметить, здесь есть и места для переодевания, и грибки от солнца. Пляж у нас здесь песочно-ракушечный. В принципе, приятно по нему идти. О, верблюд пал. Только это, впереди обойдем, а не позади. Если что. Верблюд пал. Ой, мамочка. Пляж у нас здесь. Мяу! Мяу! Мяу влюблю. Да. Мяу! Мяу! Трит. Мяу! 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 а вот собственно и центральный пляж народу тут как вы заметили уже намного больше блин для меня это так непривычно что в июне столько народ уже отдыхает для меня июнь это блин ничего экзамены сессии и так далее тут все лежат на песочке отдыхают это же хорошо когда приехать можно к родителям в июне месяце здесь отдохнуть на выходные просто приехать на выходные а вообще мы купаемся каждый день сейчас в мае уже открыли сезон купальник так что для нас это нормально все вот собственно вход в центральный пляж да мы зашли немножко с другой стороны но зато мы вам показали разные места если вам нравится более отдаленный такой просторный свободный пляж то конечно же идите дальше от центрального думаю там пляж ничем не отличается то же самое тот же песок и просто потише посвободнее сюда мы решили купаться не на центральном пляже здесь растеремся и пойдем пробовать водичку и и и В общем, я хочу подвести такие некоторые итоги насчет моря. Море, сразу говорю, было холодное. И чтобы в него войти, нужно было преодолеть усилия. Но потом, конечно же, ты уже привыкаешь. Также, помимо того, что море холодное, оно было грязное. То есть из-за вот этих волн огромных, огромных шторм такой и очень много медуз. Вот это мне, конечно, очень не понравилось, потому что ты делаешь шаг, медуза, наступаешь на медузу. Два, снова, снова, снова. Не проблематично абсолютно то, что есть, попадается трава. Но так, в принципе, везде. Но самая большая проблема это все-таки медуза. Вот. Пляж нормальный, песок нормальный. Кстати, по нему не горячо ходить. В общем, вот мы вам показали Голубицкую. Я думаю, какие-то выводы вы сделаете сами. Хочу лишь сказать о том, что, в принципе, мне здесь понравилось. Здесь очень развитая инфраструктура. Много развлечений, столовых. Пляж оборудованный. Никаких вот таких организационных, так сказать, нареканий у меня нет. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. И спасибо за просмотр. Субтитры подогнал «Симон»!